Добрый вечер! Передача Старая Квартира, год 1957, снова в эфире. Кран, кажется, починили. Пойду проверю. Ну чего, всё? Да ну. Ну, сейчас проверим. О, идёт. Ну класс. Держи. Всё, спасибо. А теперь я представляю автора программы Виктор Ильича Славкина. Давайте пошевелим нашу память. И мы решили поговорить для начала на очень такой лирический, я бы даже сказал, интимный вопрос. Вспомните, пожалуйста, 1957 год, ну неважно, конец, вторая половина 50-х, можете даже немножко захватить первую половину 60-х. У кого в эти годы был роман? Так, прошу вас. Как раз было где-то 16 лет. Первый роман у меня был, когда мне было лет 12. Но вот в 56-м, 57-м как раз было несколько романов, я отвечаю. А как вы познакомились с предметом ваших воздыханий? Значит, знакомился я обычно, у меня была практика уже. О, это нас больше всего интересует технология. Накатанная практика была, значит, если я был один, я притворялся скромным, застенчивым. Правда, глаза иногда обыдывали, поэтому я их опускал. Да. Но я выбирал себе как это. Но если я был с товарищем, мы, предположим, знакомились, был такой способ. По улице Горького мы шли вдвоем или втроем. Значит, мы покупали тогда вскладчину бутылку коньяка и лимон. Впереди шли две девушки. Значит, мой товарищ катил впереди, значит, лимон, и девушки говорили, ой, лимон. А мы подходили и говорили, а вот и коньячок. Спасибо, спасибо. Но я не могу поверить, что в таком роскошном зале, где сидят красивые люди, я вижу, а они были еще более красивыми в 57-м году, чтобы ни у кого не было больше любовной практики в 57-м году. Но, прошу вас. Семенов, ветеран космодрома Байконур. Бывалый человек. 30 апреля 57-го года у меня была свадьба. И вот с тех пор 40 лет мы с женой живем. Вот это единственный раз. А вы расскажите, пожалуйста, нам, как вы познакомились с женой? Вот как это произошло? Произошло очень просто. Я прибыл на полигон по назначению, а девушки после окончания 10-х классов взяли их на работу тоже на полигон, вычислителями. Вот мы и познакомились в одном. Понятно. И как? И первое свидание прошло хорошо? Нормально. Так, это космонавт лишнего не говорит. А пыли ли неприятности с родителями вот по поводу ваших увлечений? Ну, 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 ну. О-о-о-о. Кузичева Наталья Дмитриевна. Встречали родителей около подъезда, и начинала своеволочка, если задерживалась до определенного часа. Ну, что говорили? Да. Что говорили? Что мала еще, и, в общем, все так. А что вы отвечали? Не виноватые. Теперь еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь из вас, вот уже в возрасте, в взрослом возрасте, поддерживает отношения со своей первой любовью? Ну, хотя бы, так сказать, звонками или хотя бы знаете что-то про них? Вы знаете, что у меня была любовь, когда 19 лет мне было, это было в 57-м году как раз. Вот, но я сейчас с ним не поддерживаю отношения, но я поддерживаю отношения с его другом и так интересуюсь вообще, как он живет, что там у него. Вот, но мы не целовались тогда в 19-м году. Почему? Очень жалею об этом, вот такая дурочка была. Вот на этой веселой ноте мы и закончим наш опрос. Спасибо, Викторович. Гасим свет, смотрим хронику. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас играю вторую половину просмотра. Приглашаем на сцену двух учеников музыкальных школ 57-го года. Народного артиста Советского Союза Николая Петрова, гулята государственной премии профессора и заслуженного артиста России Леонид Саркищича Аганезова. Вот, пожалуйста, учитывая, что сейчас 57-й год, я могу к вам обращаться просто, мальчики. Мальчики, садитесь, пожалуйста, вот на те две табуреточки у инструмента, а я звонками приглашаю на сцену учительцу музыки Анастасию Стрельникову. Так, Настя, здравствуйте. Вот тут к вам пришли показываться, прослушиваться два мальчика. Проверьте их, можно их принять в школу или нет? Я прошу вас представиться, детки, потому что я должна знать, как мне к вам обращаться. Так, Лёва Аганезов. Очень приятно. Замечательно. Лёвочка, скажи, пожалуйста, вот ты любишь петь песенки? Я помню, что один мой учитель такой вопрос сделал. Ну, честно говоря, нет. Я их люблю так мычать, петь я не умею. Ну, ну мычи, пожалуйста, какую-нибудь свою любимую песню. Замечательно. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, Оленька, скажи, пожалуйста, а у тебя есть какая-нибудь песенка, которую ты хотел нам исполнить сегодня? Я думаю, что в лесу родилась ёлочка. Замечательная песня. Я замечательно пью в детстве. Замечательно. Ну, может быть, тебе подыграть? Да, пожалуйста. Хорошо. Только надо вон выше, если можно. В лесу родилась ёлочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная зелёная была. О, как. Замечательно. Замечательные вокальные данные у ребёнка. Я не совсем так проходил экзамен. У меня так клали ладонью зажимали нотки, или какие ноты. И я, значит, называл все эти ноты, потому что обладал, как по бабушкиным дневникам, судя, каким-то невероятным слухом. Замечательно. И, Лёвочка, можно я вас буду так называть? Обязательно. Некоторые знакомые. Гальбор, вот вы вспоминаете школу с каким чувством? Ну, вы знаете, я вспоминаю с каким-то удивительно тёплым чувством. Вот наша ЦМШ. Мы занимались по-настоящему. Нам давали настоящее образование. У нас было в классе, не удивляйтесь, по 12 человек, 12 человек в классе. А и 12 человек в классе Б. Мы получали настоящее образование. С нами занимались по два раза в неделю. Не нужно было, как сейчас, никому иметь репетиторов, потому что, когда в классе по 40 человек в одном классе, то, естественно, ученик не может получить должного образования. И мне хотелось бы даже, может быть, поимённо вспомнить некоторых педагогов. Мне хотелось бы вспомнить добрым словом нашего общего педагога, нашу любимую Татьяну Евгеньевну. Татьяну Евгеньевну Кэснер, Иоанна Ида Степановна Сумбатян и Тамара Александровна Бобовича. Вы тоже в ЦМШ учились? Да мы учились у одного педагога. Одновременно? Чуть-чуть разница. Коля младше меня на год. То есть, в одно и то же время. Чувство ритма, пожалуйста, проверьте у мальчика. Давайте мы сделаем так. Значит, первое предложение я прохлопаю для Лёвочки, а второе предложение для Коленьки. И вы должны будете друг за другом его повторить. Сначала Лёвочка, потом Коленька. Замечательно. Пять. Замечательно. Гениально. Ну что, гадятся они? Не зря нас учили с тобой. Замечательно. Вы знаете, Гриша, простите, ради бога. Григорий Ефимович. Григорий Ефимович. Так, значит, я помню, ко мне пришел мальчик, значит, сидела мама. Значит, ну, у мальчика слух хороший, но неизбирательный такой. Я взял аккорд из трех нот. Я говорю, просто... Из трех букв, наверное. Значит, я говорю, значит... Я надеюсь, что никто не слышал эту шутку. Он даже, я говорю, спой нижнюю ноту спел, спой верхнюю ноту спел, спой среднюю ноту спел. Я говорю, теперь скажи, сколько здесь нот? Он думал, ему было пять лет. Он говорит, сколько тебе надо? Привели их? Вы знаете, я думаю, что Левочке еще придется поработать над антонацией, конечно. И он придет к нам через год, и мы еще раз его послушаем. А Коленька, безусловно, обладает... Если бы доживу. Коленька, безусловно, обладает недюжинными музыкальными способностями, поэтому, конечно, вопрос о его принятии уже решен. Наконец-то оценили. После стольких лет недоработок. У меня к вам такая просьба, Николай Иванович и Леонид Сергеевич. Не знаю, пожалуйста, сесть к инструменту и сыграть чуть-чуть четыре руки. Как в школе? 57-й год еще славен тем, что именно в это время, даже пораньше где-то, в 52-м году, начало, или в 51-м, начало свое вещание знаменитой американской станции «Войс» по-моему, «Джек-Сан». Это после внуки сыграл Органезов. Не отрываясь, послушали, конечно. Давай я сыграю внизу, а ты наверху. Давай. Обыкновенные буги-вуги. Буги-вуги? Хорошо. Давай. Буги-вуги. Субтитры подогнал «Симон» 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 Значит, ну, во-первых, конечно, Это не было стальной Не было железной Что такое? Это что, секретный сплав? Да нет, ну помимо Бога Это просто алюминиевые сплавы, конечно Совсем не стали Погоди, покажите шкатулку, пожалуйста Это вы сами сделали? Да, сделал сам Я люблю резать по дереву Покажите, пожалуйста, как она работает Ну, помимо того, что Это просто шкатулка Для моей супруги В которой она хранит свои Та же, как все жены хранят В таком виде она находится. А тогда, когда открыть крышку... Знакомый писк. В какой-то мере это напоминает те сигналы, которые вы слышали сейчас в этом фильме. Что значит человеку много отпущено? Вся война, вы всю войну прошли, да? Да. 22 июня, как полагается, по граничникам и до Праги в 45-м году. Так точно. И ведущий конструктор, и еще на досуге немножко режет по дереву. Замечательно. Ну так что там? Вот история о том, как Королев заказал этот спутник. Будьте любезны. Прямо должен сказать, что для нашего производства это был, в общем-то, обычный заказ. Почему? Потому что еще что такое спутник, и какое это может иметь значение, мы абсолютно не представляли. И вот однажды, в один приятный день, в тот цех, где предполагалось собирать этот спутник, зашел Сергей Павлович Королев. Ну, должен я прямо сказать, что она достаточно была эмоциональной. Для этого надо знать Сергея Павловича Королева. Скажу только одно, что на следующий день в этом цеху, вместо обычных слесарных верстаков, появилась специальная свежевыкрашенная комната с белыми шелковыми занавесками на окнах и в те годы очень модными бордовыми шторами на дверях. А слесаря-сборщики почему-то вдруг сразу оказались в белых халатах и надели белые перчатки. Причем прямо должен сказать, что в этом им несколько неудобно и как-то было вначале работать. Одну минуточку, простите, пожалуйста, я помню, я-то читал когда-то, что многие ждали спутника, они смотрели в небо, не пролетит мне спутник, с биноклями, телескопами. Кто видел его пролетающим над страной, над Москвой? Пожалуйста. Мы в нашем дворе, все дети, вышли гулять, как всегда, вечером, где-то около шести, может быть, и наблюдали, как прилетал спутник, такая яркая, блестящая звездочка. Другие, поднимите руки, кто это видел? Ну, практически все видели спутника, его было, видимо, невооруженным глазом. Мать моя родная, я должен тут признание сделать, товарищи дорогие, все, кто подняли руки, вы обманулись, и вас обманула наша печать и наша информация. Спутника вы не видели и не могли его видеть. Вот тот светлячок, который летал, и который действительно вы видели, и которым вы любовались, это был не спутник, это была последняя ступень, вторая ступень ракеты-носителя. Поскольку по размеру своему спутник столько отражал солнечной энергией, что простым глазом его видеть было невозможно. Серьезно, Олег Геннадьевич, вы сейчас только один открыли, да? Я только, безусловно, государственную. Дело все в том, что спутник весил 86 килограмм, и размером был шарик около 60 сантиметров, а вот то, что вы видели, это была ракета весом в 7 тонн. И, конечно, в те годы об этом публиковать было категорически запрещено, потому что это же не просто была ракета-носитель для спутника, это же была боевая, межконтинентальная баллистическая ракета. И если бы опубликовать вот эти вот самые данные, как считались наши режимные организации, этим был бы выдан громаднейший государственный секрет о том, что в Советском Союзе создано такое оружие. То есть, скажите, получается так, что мирный спутник каким-то образом внедрился в лес, в военную программу? Он просто катался на военной ракете. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Гагарин сказал про себя, я то ли первый космонт, то ли последняя собака? Я этого не слышал. Я это прочитал у одного из ваших коллег. Так или иначе, так или иначе, кто придумал запустить собак сначала, и именно собак? Ну, наверное, Академик Павлов. Ведь в этом году годовщина, 40 лет, не только первому спутнику, но и второму тоже. Потому что второй спутник с нашей первой космонавткой, помните, как ее звали? Лайка. Лайка. Полетел всего через месяц лет за первым. Лайка давно привыкла к своему необычному снаряжению. Гораздо труднее позировать перед киноаппаратом под жаркими лучами прожектора. Один вопрос. У космонавтов были дублеры, у титов, у гадарин. А это как раз и повелось вот с этого момента, с подготовки вот этого первого космического экипажа, состоявшего из трех собачек. Лайка была не единственной, у нее было две дублерши. Ну, одна из собачек из этой тройки, ее звали Альбина. Она была очень уже заслуженной, поскольку перед этим событием она дважды летала на ракетах. Поднималась просто вертикально кверху, затем катапультировалась и на парашюте опускалась на землю. И поэтому, конечно, очень не хотелось посылать в полет эту собачонку, потому что мы знали заранее, что в этом случае собачка будет мертва там, в космосе. Мы не умели еще опускать космические аппараты на землю. И поэтому мы должны были там погибнуть. Вторая претендентка, ее звали Муха. Она была очень симпатичная, на коротких ножках, симпатичная собака. Но все горе было в том, что у нее были несколько кривоватые ноги. Ну, а поскольку мы предполагали прекрасно о том, что, конечно, фотографии этой первой космонавтки будут опубликованы во всех газетах, и не только в нашей стране, но и в мире. Вы представляете, что могло бы быть поднято на Западе? Было бы сделано заявление, но неужели же в Советском Союзе не могли для таких целей найти собаку с прямыми ногами? Тем более надо знать, что ведь это женского рода существо-то было. И поэтому и была выбрана лайка. Вот они почти все собрались в Кремлевском зале в день открытия 17-го съезда партии. Гордость и слава Красной Армии. 20 лет командовали полками, а иные в 25-26 армиями и целыми фронтами гражданской войны. Почти всех этих людей, как и многих других военных, в конце 30-х годов расстреляли. Впервые в нашей программе мы касаемся темы реабилитации. Все-таки, все-таки в это же самое время кого-то и реабилитировали. Такое вот время. И так, и так. Итак, тема реабилитации. В 1957 году была реабилитирована группа военных, военачальников, репрессированных в конце 30-х годов. Корк, Уборевич, Тухачевский, Якир, Гомарник, Примаков. У нас в зале дочь Иеронима Уборевича, Владимира Иеронимовна Уборевича. Здравствуйте. Владимира Иеронимовна, во-первых, мы вас рады видеть и счастливы вас здесь приветствовать. Это вы что говорите. Во-вторых, что произошло в вашей семье тогда, в конце 30-х годов? Ну, все знают. В 1937 году, в конце мая и в начале июня, был арестован самый маршал Тухачевский, командармы первого ранга, Якир, Уборевич, и еще Фельдман, Эйдеман, Путна и Примаков. Военные. Гомарник застрелился, поскольку, я знаю, ему предложил Сталин судить этих военных, и он застрелился 31 мая, не позволив себе быть подлецом. И хватило у него на это сил. А военных арестовали обманно. Я знаю, что моего отца вызвал Ворошилов. Он был командующим белорусским военным округом. Ворошилов позвонил ему, сказал, приезжай в Москву, нужно. И в вагоне отца арестовали. Скажите, пожалуйста, что эта история, в общем, более-менее известная. Гораздо менее известно, что стало с семьей. Но, в случае, подробности неизвестно совсем. Но я еще только хочу, единственное, что, извините меня, дополнить, что 11 дней им нужно было истратить на суд и следствие, чтобы уже судить 11 июня и расстрелять, или 11, или 12, мы так и не знаем. А семьи всех жен военных послали в Астрахань в ссылку. Дали выбрать города, выслали с детьми в ссылку. В эти же дни. Вот мы 10-11 поезде ехали. Моя мать меня подготавливала. Она меня подготовила, читала Толстого, стихотворение о правде, что у отца могла быть, что есть разный подход к правде, как к горе. У Алексея Толстого, Константиновича, что, может быть, у отца была какая-то своя правда. Вот это вот, в поезде она мне рассказала. И нас всех сослали в Астрахань. Там девочки мы июнь, июль, август провели. Потом пошли в школу. Пять дней проучились в школе. И 5 сентября повально по всему, по всей Астрахани арестовали всех жен. Это были жены не только военных, это были жены и Радека, и Бухарина, и очень много политических деятелей, и таких нарков. Что стало потом с вашей мамой? Их расстреляли. Их сначала, как всех жен, увезли в темниковские лагеря. Там они были с какое-то время. И вот несколько женщин, жена Тухачевская Нина Евгеньевна, моя мама, Блина Савельевна Гомарник, пришли за ними в барак. Моя мама вела себя. Я получила много писем интересных об этом. И моя мама одевалась спокойно. А женщина, которая мне пишет, пишет, что я приподнялась. Мне сказали лежать. И Аубаревич, говорит, одевалась медленно, одела шляпку и сказала, подождут. Вообще она была очень сильного характера, женщина. И их увезли в Бутырки. И там их промучили два года до войны. И в войну их расстреляли. Этих женщин расстреляли. Что стало с вами? Сколько вам было лет? Нам было почти всем. Вот девочкам 13-15 лет. Вот Светлана Тухачевская 15, мне Вите Гомарник по 13, Петя Икир 14 лет. Вот такой возраст у нас был. Нас отправили. Петю Икира посадили. Забрали от нас в 14 лет. А нас отвезли на Урал в детский дом. Ваши школьные товарищи и сверстники. Вот как к этому всего отнеслись? Вы знаете что? Я училась в очень хорошей московской школе 110-й. У нас был замечательный директор Новиков. И вообще воспитаны были так, что отнеслись очень все дружески. Дружески. То есть вы не были окружены презрением? Нет, мы не успели. Это были 5 июня. Это были экзамены. И в 11-м мы уже уехали в Астрахань. Но вообще-то и до сих пор эти друзья остались друзьями. Что вы до сих пор? Да, конечно. Конечно, конечно. Спасибо вам. Спасибо вам, Владимир Иванович. Вообще довольно-таки невероятно, что вы здесь и что вы это там рассказываете. В этом списке был еще, фигурировал еще Комкор Примаков. Его судьба известна несколько менее. Виталий Маркович Примаков. Между тем, этот человек, судьба вообще уже совсем легендарной. Приключенческой, загадочной. Вероятно, мало кто в этом зале знает, что Виталий Маркович Примаков в качестве басмача Рахимбея восстановил на афганском троне Аманулу Хана. Представляете, вот такой вот вестерн, или вернее истерн, такая вот фантастическая судьба, построимев при этом никого-нибудь, а полковника Лоуренса, Лоуренса Аравийского, знаменитого резидента английского, самого знаменитого английского резидента, который, ну, помогал другой стороне. В этом году со дня рождения Виталия Марковича Примакова исполняется сто лет. У нас сидел в зале его сын. Юрий Виталиевич Примаков. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам только один вопрос. Да. Где похоронен ваш отец? Мой отец похоронен в братской могиле на территории старого крематория возле Донского монастыря. В этой могиле похоронены все расстрелянные командиры Красной Армии Тухачевский, Убаревич, Примаков, Путна, Эдеман, Якир, Фельдман. Кроме них, Глюхер, кроме них там похоронен прах еще двухсот человек. Это единственная могила, на которой нет надписи о тех, кто в ней лежит. И когда мы с матерью начинали борьбу за восстановление исторической правды, мы намного не могли рассчитывать ни на книги, которые выйдут о Примакове, его книги, ни на кинофильмы, ни на улицы, но никому в голову не могла прийти мысль, что 60 лет спустя после расстрела на этой братской могиле не будет ни одной человеческой надписи. Правительство забыло о них, и государство о них забыло. А ведь эти люди были воспитателем и учителями тех, кто одержал победу во Второй мировой войне. Потому что и Жоков, и Горбатов, и Рыбалка, они все были учениками Тухачевского, Эдемана, Убаревича, Примакова, они писали об этом. И если бы не эта преемственность истории, преемственность военных традиций, то неизвестно, чем закончилась эта война. Спасибо. Спасибо, Юрий Витальевич, садитесь, пожалуйста. Я вам должен сказать, что эта тема в последние годы стала как будто немножко надоевшей, как будто немножко она стала привычной. Но мы сейчас не в 97-м, а в 57-м году, когда все это живое и кровавое, только что при нас, представьте себе, что только что и при нас реабилитировали казненных людей. Я прошу поощрить их память вставания. Всем спасибо. Звонками я приглашаю на сцену зажиганных артистов России Марию Донскую, Евгению Донскую и Марию Младшую, тоже, естественно, Донскую. Представители уникального жанра. Пожалуйста, вот сюда. Уникальная династия чревовещателей, вентрологов. Жанры практически утрачены в наше время и очень популярны и тогда. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Пожалуйста. Скобечку не очень удачно поставили. Так, первый вопрос. Мария Григорьевна, в вашей жизни что такое 57-й год? Ну, что было. Посылали нас за границу, стали посылать, стала оттепель. У нас всего 4 поколения. Мой отец, моя дочка, моя внучка и я. 4 поколения. То есть, ваше семья занимается этим делом, насколько я знаю, более 100 лет? 180 лет. Ой, моя. Я хочу предложить ваше внимание мою дочку, заслуженную артистку России, Евгению Донскову. Спасибо большое. Вот скажите, пожалуйста, Жень, я вам такой вопрос задам. Это ведь качество, как вы понимаете, для людей остальных довольно загадочное. Конечно. Это что такое? Это врожденное качество, да? Это как талант? Или это можно приобрести, научиться? Ну, в нашей семье это генетически, понимаете, и передается из поколения в поколение. Ну, если говорить грубо, это способность говорить незаметно для публики за куклу так, что непонятно, кто это говорит, понимаете? Если грубо. А вообще, это целый букет. Во-первых, нужно не шевелить губами, естественно, раз. Голос для партнера соответствующий, два. И на одном вдохе спросить, ответить. Актерское мастерство, целый букет. Понимаете? Вот сейчас я хочу оживить несколько кукол, да? Понемножку. Маленькие фрагментики. Вот сейчас со мной будет персонаж, с которым моя мама работала в 57-м году. Ты кто? Не узнала? Нет. Странно. Ты Колобок. Да, 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 да. Откуда ж ты взялся? Из детской сказки. Так ты тот самый Колобок. Настоящий. Какой же ты толстенький, румяный. Так жаристый. Наверное, очень вкусный. На дрожжах. Ну, а почему ты так закутался в салфетку? Разве здесь холодно? Сквозняк. Ну, нет, ты привык жариться в печке. Нет. А почему же тебе холодно? И я лысый. Так, теперь персонаж, который вы должны узнать сразу сейчас. Вот он получил золотую медаль в Париже, несмотря на то, что он... Ты кто? Артист? Нет. Строитель. Строитель? Что ты? Ну, а кто бизнесмен? Да ты что? Господи, а кто? Алкоголик. Ну, уже обещали, что пить будете меньше, меньше, но чаще. Ну, позвольте. Вы же сказали, что вообще больше не будете пить. Больше нет. Вот это другое дело. Но и меньше нет. Спасибо, Женечка. Спасибо. Перейдем к третьему члену семьи. Маш, несколько слов. Уже лет сто вашу семью сопровождает персонаж по имени Андрюша. Да, я сейчас хотела бы представить этого персонажа, поскольку он является классикой и объездил весь мир с моей семьей. Прошел и войны, и революции, и голод, и холод. Менялась кукла, а персонаж оставался. Его изобрел еще мой дед, и всегда это Андрюшка, всегда его везде знают. Это наша визитная карточка. Пожалуйста. Андрюша. Андрюша. Ну, че тебе надо? Ты знаешь, за последнее время ты себя стал очень плохо вести, а ведь тебе скоро в школу пора. Ну, да. Да-да. Давай сразу к ней подготовимся. Начнем со школьных стишков. Коль учитель в класс войдет, мальчик вежливо... Уйдет. Уйдет, Ангелина. Встает. Повтори сейчас же, когда учитель входит. Что мальчик делает? Встает. Правильно, встает. И уходит. Как ты мне сегодня надоел. А ты? Что я? Ты вот где сидишь? Как я тебе сейчас дам. Что? Андрюша! Как дам? Андрюша! Ты что, Андрюша? Что это такое, Андрюша? Он хотел меня ударить. Андрюша, ну давайте не ссориться. Да, никогда не ссориться. Никогда. Никогда. Пускай лучше попросить прощения за все, что здесь сегодня было. Да, Андрюша, придется тебе попросить прощения. У нее? Конечно. Вот сейчас. Ну, конечно. Машенька. Ну? Машуленька. Ну? Тростиную душу грешную. Скоро будет все в порядке. Мальчик, в школу у нас пойдет. Дашь, и книжки, и тетрадки. Да, на завтрак бутерброд. Вот такое. Вот такой. Ширили. Вот такой. Вот такой. Выши. Ну, спасибо за внимание. Поприветствую за прием. До свидания. До свидания. Мы втроем привет вам шлем. Спасибо. Да, и упади, мама. Спокойно. Стоп, не уходите, пожалуйста. И, Андрюша, не бросайте. Я хочу от имени всех присутствующих поблагодарить вас за профессиональность, качественное мастерство, и еще за эту удивительную, изысканную старомодность, которую вы подчеркиваете и костюмом, и жанром, и поведением. Это ощущение, что мы присутствуем как бы не здесь сейчас немножко, правда? Как бы не сегодня, а как минимум в 57-м году. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, надо спрашивать, кто это был. Подойдите к нашей программе. На сцену приглашается народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха. Здравствуйте. Ну, честно говоря, на экране вы похуже. Дело в том, что тогда я весила 75 кило. Ух ты! Да, я родилась в войну, всю войну я была голодная. А после войны в Польше тоже особенно поесть нечего было. А приехав на учебу после победы в трех турах на право поехать учиться в Советский Союз, я получила стипендию сталинскую, как и все иностранцы. И я не выходила из буфета и не выходила из столовой. И это было, знаете, просто я была такая голодная. Я съедала по два вторых, я съедала банку сгущенки. Это был 55-й год. И помню, что русский язык был очень плохой у меня. Я пришла в столовую и хотела говядины. Я говорю, по-польски была вина. Скажите, пожалуйста, как называется мясо от мужа коровы? В общем, приключений хватало. Это уже был университет, 55-й год. А вообще-то я интернационалистка с рождения до девятилетнего возраста. Я жила во Франции, это была война, потому что она там началась в 39-м. Потом была Польша с 46-го по 55-й. Ну и с 55-го я стала россиянкой. Единственная слава, вы жили в коммуналке когда-нибудь? Сначала в общежитии университетском. В одной комнате 8 девчонок. А потом уже в 57-м году мы получили, я уже была замужем с 56-го года, первый мой муж, царство ему небесное, Александр Броневицкий и я. И значит, мы получили в коммунальной квартире на улице Ленина, дом 42, на пятом этаже без лифта комнату, 19 метров. Это было, считалось вообще сверх роскошью. Как соседи? Так вот, как раз они... Как они вас воспринимали вообще? Ну, собственно, у нас было две семьи. То есть было две семьи. Одна очень хорошая, они были очень бедные. Там глава семьи моряк войну отвоевал. Но, к сожалению, сломался и, в общем, часто заглядывал в рюмку. Вот. А была еще вторая соседка, Надежда Дмитриевна. У нее было две дочки. И она была страшно вредная. Она, ну, просто ненавидела меня. Я помню, как она меня встретила. Говорит, ах, это ты в дружбе поешь. И тебе одной на стольких мужиков хватает? А я была замужем. Я очень... Я из католической среды. Меня даже такого не могла понять, что она от меня хотела. Потом мне муж объяснил. Плюс ко всему, она еще была воровка. У нее... У нас ключи подходили. И как раз девчонка той семьи, где папа алкоголик, он был, тоже тяжело умирал потом. Она говорит, тетя Эдита, дело в том, что наши ключи подходят. И к тете Наде, и к вам тоже. И открыла ее комнату. А я там нашла всю свою косметику, всякие там свои цацки. Ну, я забрала, конечно. Тут через какое-то время опять я чувствую, что у меня что-то пропало. Теперь я уже знаю, куда, где это искать. Я открываю ключ, а там есть такой ключом своим, большой транспарант. Воровка, пьеха, не заходи ко мне. То есть я воровка. Потому что я у него отнимала свои вещи. Вообще, за что я люблю эту программу? Никогда нигде этого не услышишь. Да. Видишь, мы с вами прямо, скажем, редко. В первый раз в жизни я вас вижу так близко. Ну, где это услышать? Ни в каком интервью не прочтешь. Так, подождите, мы тоже с мужем были небольшие ворюги. Но, правда, поскромнее. Короче, мы приходим ночью, голодные такие страшные. И Сан Саныч Броневицкий говорит, давай посмотрим у Шуры. У нее, может быть, щи какие-нибудь. Она варила либо щи, либо борщ какой-то. Находим по тарелочке, съедаем и пишем записку. Шура, извините, пожалуйста, мы поели ваши щи. Потом, значит, я как-то купила торт. Лежала там где-то в шкафчике. Я прихожу, полторта нет. Извините, Эдита, я съела половину вашего торта с Лешей. Таня. Знаете, я люблю говорить про себя то, что есть. И мне приятно, когда мне говорят, что вы есть, какая есть. Я не играю в пьеху, а я просто пьеха, которая вот родилась такой, и никогда не подыгрывала, и никогда не врала. И вот такая я есть. А если на сцене я публике нравлюсь, может, за эту самую искренность. Сейчас закончить передачу. Я не дам вам, не разрешу. Одну минутку, одну секунду. Я шучу. Дорогие друзья, сейчас седьмой год заканчивается. Нам в нем было много хорошего и много плохого. Мы что-то пропустили. Безусловно. И пропустили очень многое. Поэтому я опять же в телеграфном темпе расскажу, что же было. Но поскольку здесь Эдита Станиславна, я хочу сказать, что 7 июля в 1957 году было 250-летие города Ленинграда. Это тоже одна из интересных вех в нашей истории. Началась пробная всесоюзная перепись... Кстати, Эдита Станиславна там специально приехала из Санкт-Петербурга. Конечно, естественно. Как вы понимаете. Началась пробная всесоюзная перепись населения. Начато массовое использование вакцины против полиэмилита. Молотовскую область переименовали в Пермскую. Чкаловскую область переименовали в Оренбургскую. Маршал Жуков освобожден от должности министра обороны. Спущен на воду атомный ледокол Ленин. Молотов назначен послом в Монголию. Что самое интересное, закон об отмене взимания налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, а также одиноких женщин, не имеющих детей. Спасибо большое. К сожалению, я вынужден заканчивать. Впрочем, были люди, которых в 57-м году и в начале, и в конце все это совершенно не волновало. Потому что они только родились в этом самом 57-м году. Среди них Игорь Скляр, Ренат Досаев, реакист Михаил Плетнев, Татьяна Миткова, Светлана Сорокина, Татьяна Догилева, Юрий Шевчук, Андрей Ташков, гимнаст Александр Детятин, еще один мальчик, который родился в 57-м году, ничего об этом не знает. Он орет себе в Бакинской железнодорожной больнице и не зная, что через 40 лет ровно он будет вести передачу «Старая квартира». Да еще рядом с Эдидой Пьехой, которой я и оставляю эту сцену. Поет Эдида Пьеха. Спасибо. Как теперь нам веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не доверили себе, что у нас сосед играет на клавете и трубе. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в строк, у него свои заботы начинается урок. Те, кто музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok